Русские новости 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 поскольку фамилия Джуга происходит от горских евреев. Так Сталин он русский человек или нет? Отложим в сторону происхождения. В культурном плане он является русским человеком? Нет, Сталин всегда говорил с акцентом. Его мышление в его речах совершенно никак не отражает его знакомство со всем богатством русского языка. Кто-то из вас, сталинистов, может быть читал Сталина. Я, не относясь к сталинистам, Сталина прочел все собрание сочинений, которое было так называемое «Красное», вот эти все книжечки, я прочел с ужасом, обнаружив полную интеллектуальную несостоятельность. Может быть кто-то тоже из моих сверстников когда-то читал выступление Брежнева в поздних съездах КПСС. Но это примерно то же самое. Совершенно примитивная мысль, которая, конечно, доступна примитивным личностям, но там нет ничего, ни анализа, ни прогноза, ни проектирования будущего. Есть просто вот такое тупое администрирование. И администратор пишет там пункты, что надо сделать, что нельзя, кто является врагом и так далее. Самая примитивная речь, которая еще к тому же отредактирована, ведь настоящая речь Сталина была, или его настоящие статьи так называемые, были включены в это собрание сочинений серьезным образом подредактированными. То есть это такое собрание сочинений, литературных сочинений, а вовсе не исторически достоверные тексты. Это достаточно хорошо известно, особенно тем, кто прошел вот этот сталинский период. Я знаю это от своего деда. Он почти не пострадал от репрессий. Скорее, может быть, его судьба изменилась и пошла в несколько другую сторону. Вот на примере истории своей семьи я знаю, что если коснулись политические репрессии моей семьи, то в незначительной степени бабушка была исключена из партии, лишена работы, там достаточно высокие должности занимая. Но потом посадили тех, кто ее исключал, ее восстановили, но не восстановили в должности и так далее. То есть вот эти качели 1937 года, кому как повезло. Вот дед мой для того, чтобы не попасть под репрессии, пошел служить в армию. И так и остался там, быстро вырос, стал советским офицером Красной Армии, прослужил всю войну и в качестве военного журналиста, редактора фронтовых газет, встретил победу, потом работал в Берлине. А потом уже нестабильность хрущевских времен. Зачем все эти военные люди? Вот его сократили и примерно в 50 лет с небольшим он оказался на пенсии. И так вот пенсионером дожил уже до распада Советского Союза и скончался в 1992 году. Бабушка несколько раньше скончалась. Вот, то есть, казалось бы, никаких проблем, но тем не менее, вот эта нестабильность управления, репрессивный характер этого управления, частый гребень репрессий, который сметал вовсе не только врагов Отечества в мусорную яму лагерей ГУЛАГа. Вот это не является на сегодня способом расправы с врагами Отечества. Напротив, нам нужны очень точечные, очень точечное нанесение удара и очень точное определение степени вины, потому что можно, конечно, все раззорить, можно сжечь свою собственную страну и тем самым отомстить всем своим врагам. Очень хорошо, а дальше как мы будем жить? Это может быть самая большая мечта всех наших врагов, чтобы мы подпалили свой собственный дом, ну так, как сделали в феврале, потом в октябре 2017 года и воевали очень интенсивно между собой. На радость нашим врагам война на Украине не прекращается и враждебные отношения между народами, организованные олигархическими группировками, они рады тому, что мы истребляем друг друга, ненавидим друг друга, поливаем друг друга грязными словами, упиваемся выдумками об истории, якобы доказывающей, что либо москали, негодяи, дураки, террористы, либо наоборот, либо хохлы, террористы, недоумки и так далее. Весь этот бред, он может быть перенесен в нашу жизнь, это как раз и будет новым явлением сталинизма, когда часть общества консолидируется за счет того, что истребит другую часть общества, которая, тем не менее, очень нужна. Напомним, что как тяжело бы развивалась российская ракетная техника или самолетостроение, Туполев, Королев, это сидельцы, тюремные сидельцы тоже были под репрессиями, были под подозрением, что они составляют какой-то антисоветский заговор. Я уже не говорю о том, как выкосили военную элиту, уничтожили тех, кто еще сохранился с царских времен, военных специалистов, все они же враги народа, ну и всех их истребили. И следующую итерацию тех, кто вырос в полководцев, в гражданскую войну, истребили тоже. Был какой-то там заговор? Ну расскажите, где этот заговор, где материалы этого заговора? Да, Тухачевский не был приличным человеком и не герой нашей истории, но тем не менее, его там и кучу людей других истребили. С какой стати и зачем, когда эти люди вполне могли бы, они обладали определенными навыками управления войсками, они могли бы встретить немцев у границы. Дальше, что у нас, какой идеологии Сталин придерживался в течение всей своей жизни? Это что, русский национализм, что ли, был? Это было русское мировоззрение? Построение социализма в отдельно взятой стране – это построение русского национального государства? Конечно, нет. Сталин везде и всюду, во всех своих произведениях был и оставался абсолютно марксистом. Построение социализма в отдельно взятой стране – это выдумка еще большевистская. Ну, не удалось мировую революцию разжечь, но очевидно, что не получилось. Надеялись, Ленин так был счастлив, что в Германии произошла в 18-м году революция, что он подумал, что и дальше все так и пойдет. Но не пошло, поэтому пришлось переходить к концепции социализма в отдельно взятой стране. И это вовсе не сталинская концепция, это большевистская концепция. Ну, так вроде как весь мир должен был лечь под большевистский террор. Так легла советская Россия и русский народ, который пострадал от репрессий. Больше всего, больше всяких там евреев, которые говорят, вот, значит, вот еврейский компонент в управлении советским государством Сталина был выкашен. Ну, как же он был выкашен, если он присутствовал там? Да, в НКВД очень многие переписались из евреев в русский. Действительно, этнический состав НКВД изменился серьезным образом в 30-е годы. Но еврейский компонент там сохранился, и народческий компонент там сохранился. Если не Егода, то Берия, да? Если не Берия, то Абакумов. То какая разница? Каганович, там, вечный еврей при Сталине. Разве что-то изменилось? Разве правление Сталина было ориентировано на русские национальные интересы? Единственный козырь, который выкладывают, который трудно оспорить, это козырь, а вот победа. Вот победа была. Я напомню, что победа была после кошмарного поражения. Немцы стояли под Москвой и стояли на Северном Кавказе, стояли на Волге. Это была победная война. Это была катастрофическая война Пирова Победа. Известный полководец, может быть, один из самых великих полководцев древности, Пир, когда достиг одной из подобных побед, сказал, после такой победы у меня скоро не останется войска. То есть такие победы чреваты поражениями, поскольку война есть в продолжении политики, а политика есть в продолжении войны. Это значит, что первая победа приводит к поражениям в каких-то других сферах. Именно поэтому не удалось Сталину взять ни Черноморские проливы после войны, ни Балтийские проливы, и наши флоты оказались замкнутыми в этих внутренних морях, которые отрезают наш флот от Мирового океана. Не удалось добиться того, что весь Берлин должен был быть под контролем вооруженных сил Советского Союза, Красной Армии. С какой стати туда пустили какие-то чужие контингенты, хотя Берлин был взят именно Красной Армией. Очень много вот таких уступок, которые просто незаметны, но они являются следствием того, что победа была первого. Страна была разрушена, чудовищно разрушена. Да, ее успели быстро поднять, но это же тоже определенная цена. Как один историк пишет, вместо того, чтобы поднимать страну 20 лет, мы ее подняли за 10 лет. Так это не означает, что сталинское управление было такое талантливое. Просто это была эпоха резкого роста научно-технического прогресса и его воздействия на экономику. И мы именно поэтому подняли. Потому что во всем мире экономический прогресс позволял это сделать. Но мы все равно отстали на эти 10-20 лет. Мы все равно отстали и так и не нагнали, так и не смогли. Хотя Хрущев тоже зацепился за этот научно-технический прогресс. Резкий рост во всех отношениях происходил. Именно при нем, не при Сталине. Если вы посмотрите на графики роста, то как раз 60-е годы – это самый выдающийся экономический рост по ключевым и наиболее важным направлениям. Но это не означает, что мы не отставали. Другие страны тоже использовали этот научно-технический прогресс. И в каких-то аспектах мы могли еще нагнать, могли еще добиться того, чтобы нам не нужно было заимствовать научно-технического знания за рубежом. Но не сделали этого, потому что к власти пришел Горбачев, ему это вообще не нужно было. Его правильные попытки разрешить вопрос именно в социально-политическом управлении, потому что тупик был здесь. Тупик от Ленина через Сталина к Горбачеву – это тупик коммунистической идеологии. Вместо того, чтобы строить русское национальное государство, с русским мировоззрением, доступным каждому жителю страны, строили бог знает что – не империя, а антиимперия, квазиимперия, империя шиворот на выворот. Горбачев понял, что здесь какой-то тупик, что-то начал придумывать, но заигрался в политика мирового масштаба, и, можно сказать, под его управлением все было развалено. Он должен был просто дать приказ на уничтожение Ельцина, всех его пособников, потому что это были очевидные враги. Он не дал этот приказ. Крючков, который возглавлял КГБ, не дал этот приказ. И все то, что вкладывали в строительство государственного аппарата, сработало против нашей страны, а не за нее. Также и в сталинский период государственный аппарат работал против страны, потому что беспрерывно шло уничтожение лучших, как вот в афинской демократии астракизм приводил к тому, что лучших отправляли куда-нибудь в ссылку на долгие годы, потому что вдруг человек станет каким-то диктатором, тираном, и вот он посигнет на демократическое правление. В сталинский период Сталин был над всем этим, и по его поводу никто, конечно, не сомневался, попробовал бы он сомневаться, но астракизм был другого свойства. Если есть какие-то подозрения в том, что ты против Сталина, то тебя к стенке, и все. Сейчас этого нет, но сейчас просто исключают из политики, из экономики тех, кто даже просто высказывает некое иное мнение. Ну, пусть, конечно, Ходорковский ворюга и преступник, и криминальщины за ним полно, но его же посадили на 10 лет, и он просидел их в тюрьме, вовсе не за это, не за те преступления, которые он совершал, потому что те, кто посадили, совершали ровно такие же преступления, а за то, что он позволил себе слишком вольно выражаться. Вот за слишком вольное выражение при Сталине либо ставили к стенке, либо заставляли жить и выживать, и погибать в лагерях, а сейчас просто устраняют от экономики, политики, общественной жизни, даже профессии, если ты хочешь заниматься определенной профессией, где есть такая вот лазейка, и где есть возможность высказать свое мнение, теперь это практически невозможно, или, возможно, в очень узких рамках. Держите себя за язык. Вот недавно выступал на радио, так мне сказали, давайте вы про Путина не будете говорить ничего. Я что-то в предварительном разговоре с редактором сказал, что Кадыров и Путин – это примерно одно и то же, то, что у Путина в мыслях, то у Кадырова на языке. И меня попросили подобные высказывания в эфир не запускать, потому что передачу закроют. Вот это и есть признак сталинизма. Я как раз на этой передаче ей сказал, что-то тут пованивает 30-ми годами, когда позвонил какой-то армянин и сказал, зачем нам вообще оппозиция, мы все должны как один сплотиться вокруг президента России, противостоять всей этой пятой колонии. Но это бред, с помощью которого можно страну только убить, если не будет вот такого управления, предполагающего разные точки зрения, предполагающего сменяемость власти, заменяемость ротации кадров, которые, очевидно, сейчас несостоятельны и по интеллектуальному уровню, по образовательному уровню, по культурному уровню. Нет ротации, все. Эти люди пришли как будто бы на одно поколение, чтобы страна потом умерла. Также и Сталин пришел на одно поколение вместе со своими приспешниками и сторонниками, которых он, конечно, проредил в этот период, чтобы его не проредил кто-нибудь другой. Но, тем не менее, этот проект на одно поколение. И умирает лидер, и в стране происходит что-то невообразимое. Она переключается на какие-то другие схемы управления. И то, что Сталин заложил в основу управления Советским Союзом, не было воспроизведено. Может быть, это был бы смертельный номер, если бы репрессии продолжились бы, и система мобилизационного управления продолжилась бы при Хрущеве, точно так же, как при Сталине. Я хотел бы задать вопрос сталинистам. Вы что, не понимаете, что репрессированы были не только враги нашего Отечества, пусть они тоже были репрессированы, но они остались, на самом деле. Посмотрите, результат Великой Отечественной войны на территории СССР. Огромное количество людей пошло служить немцам. Почему? Потому что при Сталине они не могли вообще никому служить, или находились под давлением, под наблюдением. У них была изъята собственность. Они были лишены возможности нормально жить, получать образование и так далее. Огромное количество людей приняло участие в гражданской войне на оккупированной территории. Полицаи против партизан. Это все и те, и те были русскими людьми. То есть это было продолжение гражданской войны. И в тылу Красной Армии тоже продолжалась гражданская война. На выявление шпионов, их арест и в период войны, ликвидация, быстренько пришли на освобожденную территорию. Кто тут у вас полицаем служил? И на виселицу. Если ты не убежал, не спрятался, если ты не пошел вместе с немцами отступать, на виселицу тут нет никаких проблем. Гражданская война продолжалась. Продолжение большевизма. Продолжение ужасного большевизма в период, когда вся нация должна была напрячься для того, чтобы отразить нашествие иноземцев. Посмотрите, что стряслось с теми, кто попал в плен. Они все были объявлены преступниками, изменниками. И очень многие, кто потом сумел вернуться на фронт, убежал из немецких лагерей. Если он по чечайне не попал каким-то образом в советские лагеря, он мог закончить войну и орденоносцем-медалистом после войны тут же быть отправленным в концлагеря. Это что, нормально? Это нормальная система управления. А ведь это и есть сталинизм в самом чистом виде. Умопомрачение у людей, которые считают, что именно Сталин обеспечил победу. Два первых года были катастрофическими. Эти безумные наступления, когда он просто не понимал основ стратегии. Ему объясняли в генштабе, что вот так нельзя наносить один удар, нужны отвлекающие удары, нужны сходящиеся удары, а не прямолинейные движения войск от фронта и в глубину обороны противника. Он не понимал основ стратегии. Это стоило колоссальных потерь. А то, что Красная Армия была полностью разбита около границы, это чья была стратегия? Кто формировал эту армию? Конечно, не только Сталин. Но Сталин проводил репрессии, которые не позволили сформироваться нормальному офицерскому корпусу. И прореживание всего офицерского состава сверху донизу, конечно, не могло не привести к полной атрофии инициативы. Вот без этой инициативы войну выиграть было невозможно. Фактически вся Красная Армия со всей ее техникой, созданная перед войной, как все время приводят эти слова, я тоже привожу слова Сталина в 1931 году, что мы за 10 лет должны пробежать вот это расстояние, иначе нас сомнут. Он пробежал вместе со страной это расстояние, но таким образом пробежал, что все созданное для того, чтобы не пустить интервентов на территорию нашей страны, было уничтожено. И вторую армию заново сформировать и снарядить необходимым вооружением удалось только под Москвой, на Волге и на Северном Кавказе. Разве это не катастрофа? Разве это можно вычеркнуть и забыть, сказав, что у нас есть только победа? Вот мы только победу оцениваем. Есть и другие периоды войны, о которых забывать просто преступно, потому что миллионы солдат и мирных граждан легли в землю именно по причине масштабнейших стратегических ошибок. А они были связаны с революцией гражданской войны, с большевизмом, с марксизмом. Разве Сталин не был марксистом и не повторял постоянно марксистские догмы? Нет, он действительно осуществлял марксизм, ленинизм в отдельно взятой стране. Во многом я специально изучал этот вопрос и в свое время написал статью, которая вызвала неудовольствие, очень большое неудовольствие, вплоть до ненависти у сталинистов, о том, что планированное Троцким было воплощено Сталином. Очень многое из того, что в качестве идей Троцкий высказывал, Сталин воплотил жизнь. Поэтому Троцкий-то обижался только на то, что Сталин замкнулся в своей стране, уничтожил всю дискуссию внутри партии, не позволил ему самому стать лидером. Он только на это обижался, что это какой-то часть заговора, что Троцкий воспользовался деньгами еврейских и американских банкиров для того, чтобы поучаствовать в революции. Его вес именно за счет этого и увеличился в большевистской партии. Да, Сталин такого рода людей выгнал, потому что они действительно могли стать пятой колонной. Но прежде всего он боялся того, что они отнимут у него власть и сами будут распоряжаться. Как бы распоряжался Троцкий на месте Сталина? Да ровным счетом точно так же. Точно так же он бы строил социализм сначала в отдельно взятой стране, а потом организовывал бы наступление на Варшаву, в Индию, куда угодно. Ну и Сталин тоже не замыкался в национальных границах. И действия интернационала, коммунистов продолжалось в тот период. Хотя те, кто имели свою точку зрения, были истреблены, сохранялся только один центр, только один Сталин. Вот он и является единственным стратегом, единственным человеком, который принимает решения. Да, правда в том, что Сталин советовался, умел советоваться. Да, у него был определенный культурный вкус, поэтому всякие там футуризмы и авангардизмы не получили развития на территории Советского Союза. Это то, что у него осталось от образования, полученного в период дореволюционный. Но все остальное, это была идеология большевизма, марксизма, ленинизма, которая истязала нашу страну самым тяжелейшим образом, продолжая гражданскую войну, вплоть до завершения этой войны в 1945 году в Берлине. И дальше тоже эта война еще некоторое время происходила, можно сказать, всю жизнь Сталин продолжал гражданскую войну в нашей стране, не умея и не зная, как эту войну остановить. Если бы не Великая Отечественная война, то гражданская война приобретала бы все более острые формы. И вот этот тиранический, террористический режим, я не знаю, уже до каких пределов бы дошел. И только война как бы списала очень многое в этом режиме, в том числе и насаждение этой атмосферы доносительства, репрессирование всех, кто бы тебе не понравился. Ну вот, я не знаю, там, скажем, убили Немцова. Я, не имея к Немцову никаких симпатий, никогда бы не пожелал ни такой смерти, никогда бы не задумался о том, чтобы организовать какого-то наемного убийцу, чтобы его пристрелить и потом все это скрывать. Но это такое безумство чудовищное. Я бы наоборот сказал, вот посмотрите на Немцова, вот есть человек, чья идеология абсолютно враждебна, идеологии нашей страны. И такой образец очень хорош, очень важен, и хорошо, что он существует. То есть на идеологическом фронте надо было разбивать этих людей. А тут устраивается охота, охота на людей. Это все равно все-таки люди, у них там две ноги, две руки, пусть там в мозгах не то, и пусть они служат не нашим интересам. Так у нас полно врагов за рубежом, так что мы на всех, на них будем устраивать охоту, что ли? Внутри страны будем уничтожать, убивать просто направо и налево. Вы этого хотите? Я спрашиваю сталинистов. Я не знаю, как дискутировать со сталинистами, которые постоянно высказывают не какие-то аргументы в пользу Сталина, ну, аргументы абсолютно уж очевидны, они уже сто раз произнесены, они примитивны. Ну, столь гнусные ругательства, которые я вижу от сталинистов, ну, редко от кого, может быть, вот от тех, кого называют хохлами, неправильно называют хохлами, это просто обезумевшие люди, которые говорят по-русски, но отреклись от русского имени. Вот у меня такое ощущение, что сталинисты тоже отрекаются от русского имени, и они превратили имя Сталина, то есть не историю нашего Отечества, а имя Сталина превратили, имя Бога. Им Сталин заменяет все смыслы. В этом имени, в этом портрете, в каких-то, ну, достаточно примитивных высказываниях Сталина их там набирается, ну, может, несколько десятков, ну, не так уж много он наговорил, он вообще не умел говорить, не умел лозунги какие-то формулировать. Очень немного, вот если все собрать, вот все то, чем оперируют, скажем, сетевые сталинисты, то это примитив просто чудовищный, там нечего обсуждать, там есть только образ Бога, это ваш Бог, наш Бог совершенно другой, наш Бог Иисус Христос, христианство является нашей родовой русской религией в течение тысячи лет, оно сплотило наше государство, а Сталин, наоборот, противопоставил нас с вами. Вот мы русские люди, только я антисталинист, а вы сталинисты, и мы противопоставлены чем? Фигурой Сталина. Я не собираюсь разбираться, я уже во всем разобрался, мне не нужно доказывать, что Сталин хороший или Сталин плохой. Когда его сильно ругают, я вижу, что очень часто это делают враги наше отечество. Когда его сильно хвалят, я тоже вижу, что это враждебное по отношению к России и русским люди. Они хотят подменить русские смыслы сталинизмом, вот этим полным примитивом. Еще раз подчеркиваю, Сталин абсолютно не русский человек. Во всех смыслах, ну, скажем, ближайший аналог Сталина, это Рамзан Кадыров. Вы хотите, чтобы Рамзан Кадыров стал президентом России? Так он станет. Он станет, если вы будете все время аплодировать этому безумству сталинизации нашей страны. Вы сначала десталинизируете свои мозги, тогда, может быть, вы сможете стать поистине русскими людьми. Анекдоты про Сталина рассказывают, что он был таким бессеребренником, ходил в потертом мундире и в личном плане был весьма скромным человеком. Но это ничего не изменяет, ничего не отменяет. Ну, внешне можно тоже сказать, ну, смотрите, вот Путин, он тоже достаточно скромный. У него какие-то колоссальные запасы, там, отложенные на черный день, там, десятки миллиардов долларов, он там супермиллиардер и так далее. Но мы этого ничего не видим, мы не видим его пристрастия к какому-то богатству, роскоши и так далее. Хотя оно есть, оно есть, и если покопаться, то можно увидеть, что за резиденции, как он питается, как он разговаривает, на чем он ездит, куда, как он себя ведет. То есть у него есть это пристрастие, у Сталина этого не было. Ну, вообще в тот период все были достаточно скромные. Посмотрите на окружение Сталина, оно тоже было скромным. Или на большевиков, они тоже как-то в личном плане не особенно заметны были, как такие роскошно живучие люди. Но у них все это было. Мы же знаем, вот из тех, кто жил в советский период, мы же знаем, как жила партийно-хозяйственная элита. Они жили в отрыве, в полном отрыве от той жизни, которой жили все остальные. Вот жизнь народа действительно была крайне скромная и крайне ущемленная в материальном плане. А эти люди позволяли себе все, на что была способна тогда экономика советской России. И Сталин себе ни в чем не отказывал. Ну, он любил просто там обеды, возлияние и так далее. Жил он скромно, но по меркам того времени достаточно роскошно. Да, каждый из нас сегодня, наверное, живет лучше, чем какой-нибудь секретарь обкома в те самые времена. Но времена уже прошли. Зачем же сравнивать разрывом 70-80, а то есть 100 лет условия жизни людей? Вы сравнитесь с той нищетой, в которой жил наш народ при сталинизме. Конечно, там особенно не пороскошествуешь. У нас достаточно холодная страна и здесь невозможно жить как шейху в каких-то огромных дворцах. Ну что, дворцов что ли не было? А что за дворцы у нас стояли на территории Кремля или на территории Санкт-Петербурга, тогда Ленинграда? Это что, эти дворцы принадлежали народу что ли? Вы не знаете, посмотрите на построенный в советский период здание райкомов в Москве, например. Это действительно дворцы, а что нет что ли? А дачи, пайки, березки и так далее, выезды за рубеж, это все же было. Сталин не очень любил выезжать за рубеж, потому что побоялся, что оттуда он может не вернуться. Правильно делал, я бы порекомендовал. Вот здесь можно порекомендовать ныне действующим правителям, прекратите ездить по за рубежам. Все, что нужно, у вас есть здесь. Если нужно посоветоваться, то современные средства, современные технологии позволяют разговаривать с любой точкой планеты, с любым человеком, а уж с президентами, руководителями других стран без всяких проблем. Даже коллективные видеоконференции можно участвовать виртуально в любом событии, мероприятии. Но все-таки надо сказать, что Сталин, конечно, это крупнейшая фигура. Я тут задумывался над вопросом издания такого альбома книги «Полководцы Победы». Я совершенно уверен, что без Сталина никак невозможно. Да, он плохой, на мой взгляд, он некудышный был стратег, некудышный полководец. Тем не менее, все-таки он был верховным главнокомандующим. Он позволил своим маршалам, своим генералам победить. Он позволил. И это уже делает его, полководцам его делает стратегом не нулевым, иначе бы он проиграл. И вот в таком альбоме, наряду с людьми, которые действительно руководили непосредственно войсками, руководили генеральным штабом, разрабатывали операции, их осуществляли, фигура Сталина должна присутствовать. В этом я не сомневаюсь. Но не должно быть никакого прославления, обожествления. Всякий полководец совершает ошибки. Ну, есть безгрешные полководцы, их очень немного в истории человечества. И Сталин к этим полководцам не относится. Ведущие полководцы Великой Отечественной войны тоже не включают в свой круг фигуру Сталина, потому что его стратегические идеи не пошли на пользу управления войсками. В целом, да, он позволил, он понял, что не надо мешать генералам побеждать. Но это не означает, что был снят пресс партийного руководства, контроля спецслужб и так далее, которые мешали. Реально и очень серьезно мешали деятельности руководителей нашей армии и мешали победе. Реально мешали. Вся система сталинская мешала победе. И поэтому и цена победы столь высока. И поэтому правильно говорить о том, что победил народ вопреки, вопреки сталинизму. Я не говорю вопреки Сталину, вопреки сталинизму, потому что сталинизм пронизал мозги многих людей. И не дай бог, если сейчас эта фигура превратится действительно в какую-то фетишизированную, в символ какого-то сопротивления инородным силам. Сталин сам для нас инородит, вся его идеология и все его историческое наследие абсолютно непригодно для русских мозгов, для русского возрождения, для русской национальной революции, для восстановления России как великой державы и русского народа, как исторического народа, будущее которого может быть обеспечено только идеологией русского национализма. Без всякого сталинизма и, конечно же, без всякого либерализма, без коммунизма, без большевизма русская национальная идеология заключена в идеях русских национальных мыслителей и русских национальных политиков. А Сталин не относится ни к тем, ни к другим. Поэтому давайте взвешенно относиться к фигуре Сталина. Это крупнейшая историческая личность 20 века. Но это не деятель русского движения. Это не тот, кто родил о русском национальном самосознании и о русской России. Это большевик, марксист. Марксизм – это совершенно чуждая для русских идеология. Это продолжатель дела Ленина, продолжатель идеологии Маркса и европейских марксистов. Это человек, который мечтал тоже о мировом господстве, не меньше, чем Троцкий. И это не русский человек во всех отношениях. Поэтому я предлагаю все-таки русским людям ориентироваться на русских национальных героев, на русский национальный гений. А не на инороческий марксизм, инороческий большевизм, инороческий коммунизм. Нет национального коммунизма. Не бывает национального коммунизма, поскольку это сплошной интернационал. И интернационал был в мозгах у Сталина тоже. Да, хватило силы у нашего народа победить в войне. Хватило сил пережить, преодолеть этот период, ужасный период, когда репрессиями истреблялись лучшие люди страны. Худшие тоже, но и лучшие тоже. И нам надо всячески избавляться от всех этих последствий сталинизма в нашем сознании. И тогда мы будем поистине русскими людьми, будем опираться на русские национальные традиции, на русские национальные победы. И будет у нас тогда русское будущее, а не будущее в форме сталинизма, либерализма, коммунизма, всяких прочих изм. Нам в России нужна русская власть. В русском самосознании фигура Сталина занимает очень скромное место, отдается должное его успехам, но и его преступлениям перед русским народом. Русская идеология обойдется без сталинизма, без сочинений сталинистов и самого Сталина, без той супермобилизации, которая просто убьет наш народ. России нужна русская власть, а не власть большевиков и не власть сталинистов. Построим великую Россию на основе русского национального мировоззрения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова